Привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как мы ходили в Леруа Мерлен и что мы там купили. Пошли мы с мамой в 8 часов утра, он как раз открывается в 8. Туда еще можно попасть без очередей, потому что какие там стоят очереди, я уже вам показывала, в течение дня очень много народу пытается что-то купить. Почему очередь в 8 утра, а вот открыли магазин только что и мы идем сразу туда. Охранники стоят на входе и отсчитывают количество людей, сколько человек прошло и если там определенное количество людей набирается, они уже перестают пускать и вот в связи с этим создается очередь. На самом входе проверяют маски и перчатки. Если у вас нет маски, вам предлагают ее купить, по-моему, за 40 рублей, а перчатки дают бесплатно, такие обычные, которыми голову красят. Мы пошли туда рано утром купить люстры, потому что дома мы вроде бы уже все обставили, но люстры еще не повешены, поэтому что-то там присмотрели и взяли. На кассе пробились другие цены почему-то. Взяли две люстры и почему-то на 500 рублей обе были дороже. Мы пошли разбираться. Оказывается, как раз именно в это утро поменялись цены, так что все уже начинает дорожать. Но так как мы взяли по тем ценам, которые там были представлены, мы купили, естественно, на тысячу дешевле, чем оно должно было быть в этот день. Так что вот так не только в Англии действует такой закон. Если ты на ценнике увидел такую цену, а на самом деле товар стоит уже дороже, то вам обязаны продать его по цене, который был указан на ценнике. Кроме того, мы там посмотрели, что еще продают. Еще вам покажу кухню. И тут кухня бесполучная. Головенькая интересная. Всякие ванны снимаем. Вот интересная. Черно-белая. Что я нашла? Освещение для блогера. То есть сюда камеру ставишь. Это так вот сидеть вот прямо перед этой лампой и что-то рассказывать. Какая-то дочка я собрала. Ну конечно. Ну пусть еще одну купит. Нету денег. Мне надо вот такую, но только большой профессиональный цвет. Ну сейчас его нигде не взять. Коврик на кухню почему-то мама захотела. Теперь собака на нем с удовольствием спит. Пока он у меня лежит на кухне, наверное, потом она его заберет. Потому что на кухне, я считаю, ненужным иметь коврик на полу. Обои, шторы, подушечки всякие декоративные. Ну идем еще один коврик смотреть. Маме надо на кухню. Да, вот этот, вот этого качества, такого я люблю. А что, сколько он рисует? 1666? Дьявольский номер. А вот еще, да. Вот такие, такого качества, конечно, легко стирать. Вот еще, смотри, прямо для кухни. Salt and pepper. Расправь-то. О, ну длинный. Salt and pepper. Это еще со звездочками. Стоит он 1666. Из Бельгии. Полипропилен. Может, нам такой вот еще в ванну купить у нас там, космос? Это мы уже смотрели. Вот еще неплохой, но это большой. Это детские тут такие ванны. Здесь вообще огромные ковры для зала, спальни. Меховушки всякие. И вот такой вот коврик мы купили на балкон. Ну, почти такой, поменьше. Где-то он тут стоит линолеум и обрезки можно купить. А, нет, вот такой зелененький. Вот получше. Поменьше. Марсинки. И 484 рубля. Кабель для между компьютером и телевизором надо. HDMI. Ну, на 5 метров. 3 метра есть. Такой огромный толстый кабель. А вот на 5. HDMI. HDMI. 768. Берем? Ну, если он подходит. Ну, да. Не подойдет, сдадим. Он прям по полу будет? Ну, как-нибудь. Может и нет. Не знаю. А, нет-то душевизма такого красивого. Давай еще что-нибудь. Хоть небольшое для души что-нибудь возьмем. Например, пилу. Ага. Ну, пошли пилы посмотрим. Пригодится. Вот 287 пила. Очень длинная. Такую не спрячешь под ножкой. Вернее, карман. Нам нужна маленькая пилка на черный дыль. Пилить дрова. Это такая же? А дрова ты уже насобирала? Да, насобирала. Молодец. Примерно вот такой пилы, но покороче. У меня дома такая, но короче. Ну, и что-то ей и будем пользоваться тогда. Только она уже не пилит. Ну, ладно. Пилы для души не будет. Ага. Что было интересно. Кассирша на кассе, там надо было мужчине подписать договор, и он был без перчаток. Она сказала, наденьте, пожалуйста, перчатки, чтобы подписать. То есть, ручку он не имел права брать без перчаток. И вообще она его не имела права обслуживать. Ну, нужно это или не нужно. Вышел такой закон, будут штрафовать бизнесы. Я считаю, что если вы хотите что-то купить в магазине, а магазин не хочет, чтобы из-за вас его оштрафовали, он будет требовать с вас надеть маску и перчатки. Кстати, я заметила, что вот как раз в Леруа там очень много утром собирается мужчин. Ну, видимо, они сейчас занимаются ремонтом. Кто-то профессионально, кто-то любительским, для себя что-то ремонтирует. И приходят с утра, чтобы купить инструменты и бытовые предметы, и начать уже что-либо делать. Так вот, они, в принципе, безропотно надевают маски и перчатки, понимая, что все равно их не обслужат. Если уж им нужен этот товар, значит, нужно придерживаться тех правил магазинов, которые они пришли. Больше я вижу, что женщины переживают за то, что надо надеть маску, за то, что надо надеть перчатки. И кричат о том, что масок не напокупаешься, очень дорого стоят и так далее. Не знаю, ребята, мы с мамой сшили маски еще когда я летела в Лондон. Пять штук. И до сих пор в них во всех и ходим. Надел маску, сходил в магазин, постирал, повесил на батарею, высушил, то есть пропарил и все. И снова в бои. Также я и гуляю с собакой днем, всегда в маске, всегда стираю ее после этого. А кроме этого, перчатки я вот себе, кстати, купила такие в прошлом году в Скарборо, когда ездила в Charity Shop в магазине. Очень классные, как бы ничего лишнего. И они не такие теплые, как зимние. Перчатки же не говорится, что должны быть гигиенические или еще какие-то резиновые и так далее. Нет. Я ношу конкретно вот эти перчатки. Тоже каждый раз пришла с улицы, постирала, повесила на батарею, оно все там пропарилось, все микробы убились и снова в бой. Ну, не знаю. По крайней мере, я верю в то, что люди в других странах носят и маски, и перчатки, и это им помогает сохранить распространение инфекции. Ну, кто знает, как оно будет. Помогает, не помогает. Рекомендовано я делаю то, что рекомендует правительство, которое, как и другие страны, не знает, что будет дальше и как бороться с этим вирусом. И никто не знает. Это все, что я хотела сказать. Живем дальше и пытаемся быть здоровыми. Берегите себя и близких. Пока на этом все. Чао-чао.